Значит, один из, внимание, один из противников, да, есть два противника, Х и У. Есть два противника на Украине, Х и У. Вот вопрос в том, они такие или... Есть два противника. Или один Х с У хромосомой, который не понимает вообще, и на самом деле внутренней позиции не понимает. Один из противников, один из противников, назовем его Х, обращается к русским пограничникам, они говорят, мы проиграли здесь бой, мы проиграли здесь бой, и мы хотим через вас, как через Зазеркалье, выскочить в другом месте, выскочить в другом месте. Наши говорят, хорошо, вот вам автобусы, вот вам транспорт, мы вас вывезем. Мы покупаем лояльность в том числе. Мы вас вывезем, и мы вас запустим в другом месте, чтобы вы снова воевали с ополченцами. Да почему же вы думаете, что они будут снова воевать? У меня очень большие сомнения. Вы, представьте себе, вы украинский генерал, который сидит в Киеве. Вопрос поставлен неправильно, говорит Гео, и совершенно справедливо, Гео, потому что первые сообщения были об убежище, но сейчас сообщения идут. В ближайшее время украинских военных переправят на пункт пропуска Матвеев-Курган, там они пересекут границу и вернутся на Украину. То есть им дали возможность просто слинять из боя, слинять, свалить. Остаться всем целыми, они переформируются, их никто демобилизовывать не собирается, они воинским подразделением. Получат оружие и пойдут убивать снова. Вот что произойдет. Вы это понимаете? Я хочу новое голосование, и я хочу четко здесь поставить это условие. Мы не дали убежище, нет. Мы дали коридор. Они войдут в Россию и через Матвеев-Курган, через другое место, где для них нет опасности, войдут снова на Украину. Вероятно, добыча и ополчение только станет оружием. Оружие они, наверное, через Россию не потащат. Но они тотчас будут вооружены и снова брошены в бой. Мы не получаем здесь лояльности. Вы поддерживаете это решение? Вы поддержите решение о коридоре для украинских военных? 438 военных обратились к ФСБ. Ну, понятно, погранслужба у нас ФСБ. Обратились к ФСБ с просьбой о гуманитарном коридоре. Их запускают в Россию. Запускают в Россию. И... Секундочку, 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 секундочку. Секундочку, секундочку. Не голосуйте пока. Секундочку, я уберу третий вариант. Сейчас я уберу. Их запускают в Россию. И через Мамаев курган, через соседний какой-то пункт. Запустят назад на Украину. Вы поддерживаете это решение? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Это просто вмешательство в бой. Существует бой. Существуют обстоятельства. Потом они нам говорят, понимаешь? А можно мы через вашу землю пробежим? И ударим в спину по существу ополчению? Мы говорим, ну, конечно, можно. Ну, что, свои люди. Вы поддерживаете это решение. 134, 21, 35. Вы не поддерживаете это решение. 134, 21, 36. Потому что это выглядит уже по-другому, ребят. Никакое убежище не просит никто. Они просят выйти из боя, зайти с другой стороны, вооружиться и ударить с другой стороны. Вот и все. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Александр Москва. Да, Александр. Ну, я считаю... Алло, алло. Да, да, слушаю вас. Я считаю, что они же выйдут другими людьми. И они будут стрелять уже американских инструкторов, если дать им оружие. Дай бог, дай бог. Спасибо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Николай Москва. А вчера говорили, что они за технику торговали 70 единиц. Как будто был разговор. Как будто... Нет, я уверен, что они отдали технику. Я уверен, что... Мы только не знаем... Мы только не знаем. Послушайте, нет, подождите. Они сказали... Вчера был разговор такой, что они стрелковое оружие отдадут, а тяжелую технику и БТРы, и танки сожгут. Приведут в негодность. Вчера был разговор. Значит, сейчас они у нас получили коридор, но они же вернутся назад на войну. Да, уже другими вернутся с предыдущим, согласен. Все-таки другими. Будут сдаваться почаще. Спасибо. Может быть. Может быть, их отведут в тыл, чтобы как-то промыть мозги. Может быть, они их отведут в тыл, чтобы промыть. Да, вы поддерживаете это решение о коридоре. 134-21-35. Да. И так думают теперь 11%. 134-21-36. Нет. Коридор. 438 человек из Украины, военных, украинских военных, попросили о коридоре. Они вошли в Россию, их перевозят на Мамаев курган и назад запустят на Украину. Они фактически выскочили из ловушки. Ополченцы поставили им ловушку, что в результате войны, в результате военных действий. После чего Россия дала им возможность выскочить из этой ловушки и запускает их снова на Украину через Матвеев курган, сообщает Интерфакс. Вы поддерживаете такое решение? 11% считает, что надо поддержать. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день, Сергей, Настя. Да, вы поддержите. Знаете, у меня в Западной Украине родственники очень живут. Может, там мои племянники. Может, мы начнем освободительную войну, понимаете. Вот ребята придут, братья славяне. Я не считаю, там Укра, там мы, Катапа, Москали. Мы славяне, братья. Да. Мы начнем долбать этих фашистов. Я за. Вот и так, ребята, великодушие, понимаете. А как вы фашисты от не фашисты отлечите? А как отличить? А как вдруг прикидываются, Олег? А вдруг прикидываются? А вдруг они прикидываются сейчас жалобными голосочками? А потом будут... Олег, 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 Олег. А вы видали в интернете? Подождите секунду. А вы видали? Подождите секунду. Олег, Олег, Олег. Олег, Олег, послушайте, Олег, Олег. А вы видали плачущего пленного? А вы видали плачущего украинского солдата, который рассказывает, как он к маме хочет? Его в Ростовской области лечат, наши лечат. Он в больнице у нас в России лежит. Мы же попросили его полечить. Украинская армия попросила полечить. Мы его лечим. Вы знаете, что это один из тех, кто в Одессе жёг людей и торжествовал, и писал, что надо убить. Убивать и убивать и убивать Колорадов. Это он. А сейчас у него плачущий голос. Я к маме хочу. Я то. Вы думаете, это другой человек или это лицемер? Может быть, это лицемер? Он вернётся, опять людей сжечь начнёт. Тот же самый, поймите. Может же быть такое. Алло, здравствуйте, служба. Это радио? Да, да, да. Да, 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 да. Нет, потом. Всё, потом. Не думайте так долго. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Значит, смотрите, вот то, что действительно мы сделали, это, правда, мы просто подыграли вот киевской власти. А второй момент, вот тоже, как сравнить эту ситуацию? Вы же знаете, да, Стахановка, Дивка, всё так, первомать. Да. Вот у меня там отец, я его не могу забрать уже три недели. За вывоз хотят пять тысяч гривен. Вот как это? Вот так. Вот так. Так, а мы помогаем. А мы помогаем бесплатно, а там уже нету две недели ни воды, ни газа, ни света, ничего. Больной человек находится в подвале. Как? Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Держитесь. Спасибо. Вот, Чак, пожалуйста, у него больной отец в подвале. Вывезьте пять тысяч гривен, да, это самое, украинская власть. Долларов, чего? Чего? Что значит пять тысяч гривен, это что? Пятнадцать тысяч рублей? А что, это расходы на что? А бесплатно должны взять как бы? Я не знаю, я не расспросил. Безином заправить машину, водителя нанять и вывезти? Наверное, это другие расходы. Я всё-таки, я думаю, что это отдельные другие расходы. Мы останавливаем это голосование, вот что я останавливаю это голосование, и теперь, когда речь идёт именно о гуманитарном коридоре, коридоре, при котором украинские военные избегают плена, убегают из плена, и тотчас возвращаются воинскими подразделениями к себе на Украину, поддерживают 12%, 12, 88% не поддерживает. Спасибо, очень много людей проголосовало, и должен сказать, что очень много было 200 повторных звонков, что говорит о страстности голосования, но они не учитываются. Напоминаю, если вы хотите позвонить и дать какой-то повторный звонок, то, по крайней мере, возьмите телефон жены, или там, какую, ну, не знаю, у детей возьмите, не знаю, звоните с другого номера, потому что не учитывается с одного и того же номера телефонной звонки. Слушаю. Алло, Сергей. Да, Сергей. Это Олег. Сергей, ну, у нас такое мнение, что всё, что они делают, это схитреца. Их надо знать изнутри этих товарищей. Так. И всё такое. Ну, да, ну, схитреца. А мы зачем ведёмся-то? А мы не ведёмся. Или там у них договорённость у ФСБшников с украинскими, что-то такое. Мы знаем только вот поверхность информации. А что внутри? Вряд ли. Скорее всего, за технику там. Наверное, за технику. Может быть, за технику. Что они не портили технику, ушли, бросили технику. А так верить, там, вот эти вот предыдущие товарищи говорили, там, всё это доброта спасёт мир. Навряд ли. Навряд ли. Навряд ли. А что спасёт мир? Нет, слушай, раз на миллион бывает такое, а чаще всего нет. Правильно? Нет, у меня просто, я знаю этих людей, я... Вот сейчас я у них враг стал. Потому что живу в России. Хотя мы всю жизнь там жили, и там свои были дела. А как выйти из этой ситуации? Ничего, бороться, бороться. То есть убить всех врагов и всё, да? Что значит бороться? Нет, убивать не надо. А как? Ну, если всё уже, они другие, они на вас по-другому смотрят, вы на них иначе смотрите. Как вы будете бороться, до чего? До первой крови или просто? Нет, вот мы по радио говорим одно, конечно, но внутри у них там настроение, они вообще нас ненавидят. А у вас какое настроение? А как это закончить? В смысле, вот я вот в такой ненависти, чтобы как-то к ним обратиться, не могу. Они ко мне могут. А вы изменить можете как-то эту ситуацию? Нет, никак. Нам надо думать о себе теперь. О, спасибо, спасибо. Только, да, вот это прекрасная идея. А дальше, ну, давайте думать, как думать. Они должны сбыть, послушай меня, вот послушай, они переполнены ненавистью. Да. Они переполнены ненавистью. Значит, нужно дождаться, пока их... Когда-то прибалты, да. Да, конечно, надо дождаться, когда их ненависть наконец их съест изнутри. Ну, или просто сойдёт на нет, как у прибалтов, опять же, которым сейчас, в общем-то, всё равно. Они там прекрасно говорят по-русски, ждут русских туристов и так далее. Ну, сейчас на фоне Украины там какие-то есть заявления, но в целом мы же не волнуемся, что там сколько-то тысяч неграждан до сих пор. Хотя это вообще чудовищная вещь, ну, с точки зрения отношения тоже к русским, к советскому прошлому и так далее. Ну, и вообще к нашим людям. Они там смогли сделать так, что это не перешло в стадию конфликта такого вооружённого. Прибалтика, Прибалтика, маленькая Прибалтика, используется людьми как трамплин для большой Европы. Даже самими Прибалтами. Сами Прибалты позиционируют собственные свои страны, как трамплин в Германию, трамплин во Францию, трамплин в Англию. Понятно? Мыслят себя частью того мира. Не частью того мира. Они мыслят Прибалтику как подножку, через которую залезаешь в уютное место, в Европу. Очевидно. Это не часть мира, это подножка. Нет, в России-то в этом смысле, она же никуда не девается, она просто, ну, сошла на нет. Я так понимаю, может быть, я ошибаюсь. Я по ощущениям, по моим, то есть я помню очень чётко всю эту информационную, в том числе, войну, которая тогда была. Украинцы должны, пойми, каждая вещь, дойдя до предела, обратиться к своей противоположности. Украинцы должны в этой ненависти, наконец, захлебнуться и растворить себя. Понимаешь, как вот если человек вырабатывает кислоту... Какая наша роль в этом какая? Никакой не должна быть роль. Надо просто смотреть на них и улыбаться. Но 438 военных пропускать через свою территорию, я не понимаю, зачем. Ну, ополченцам не надо в этом смысле тогда тоже взять и уйти, подождать, пока всё там захлебнётся, само собой. А люди будут вести политическую, выбирать там все депутатов и так далее. Там не захлебнётся. Там не захлебнётся. Потому что я тебе ещё десятый раз повторяю, что если бы ситуация могла оставаться статичной, самое удобное было бы действительно всем отойти. Но ситуация не может оставаться статичной. А какой она будет? Она будет динамичной. Вот какой. Вот какой. Какой? Вот какой. Твои дети, вот если ты живёшь в Кадьевке, ты живёшь в Кадьевке, в стаханами ты живёшь. Да, да, да. Твои дети через короткое время пойдут в школу. Да. И через ещё три года они тебе дома будут кричать «Слава Украине! Героям слава!» и рассказывать, что Бендера Шухевич – великие люди, а русских надо убивать. Твои дети, понимаешь? Вы так верите в это? Я не верю, а знаю. Я знаю, я знаю. Даже в Советском Союзе, в семьях, я к тому, что насколько школа действительно может украсть ребёнка, это вопрос. Потому что они будут видеть отношения родителей, и никакого человека нельзя заставить против его воли думать не то, что он хочет. Можно заставить поколение думать как поколение. Дети с одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет думают не как родители, а как поколение. Они отворачиваются от родителей. А литовцы сейчас так думают или прибалтают? Они отворачиваются от родителей. Вот там есть эта проблема? Думают, да, и прям активно ненавидят. Просто хотят бабло с твой. Литовцы, латыши и эстонцы просто хотят, чтобы ты им дал там один евро или два евро. И всё. Но на самом деле они украдены у правды, они украдены у истории, они украдены у... Ну, у нашей, правда, они украдены, у них там она своя. У них своя правда, насквозь фальшивая, гнилая. С нашей точки зрения, да. Да, не с моей точки зрения, но с точки зрения всего человечества. Например, маршировать эсэсовцам, это гнилая правда. Да, они это демонстрируют, не стесняются еще. Демонстрируют марши эсэсовцы. Их презирают за это. Значит, если бы ты жила в Горловке, или в Брянке, или в Кадиевке, и ты бы знала, что твои дети пойдут сейчас в школу, будут учиться по украинским учебникам, где им будут рассказывать, и учителя на переменах, и везде будут шутки против русских, и где люди будут ронять им нагнанные вот эти вот в вузах всюду, педагоги. Будут им все время... Но там же много таких, кто сами себя считают русскими. Как это возможно? Что русских надо убивать ядерными бомбами, Тимошенко сказала. Если тебе будут постоянно вот это говорить, и твои дети будут стесняться тебя, дуры, будут говорить, Настя у нас, мама у нас, она у нас русская, нам очень стыдно. Вот что они будут говорить. Понятно? Значит, ты потеряешь, и у тебя украдут детей. И ты никогда с этим не смиришься, Настя. Если ты с этим смиришься, то я тогда не знаю, как с тобой разговаривать.